Здравствуйте! Здравствуйте! В прошлом году был буквально на такой же встрече, мы примерно в такое же время и встречались. И в прошлом году один из вопросов был, это был 2015 год, вы говорили про 2016. Каким будет 2016 год? Вы не предсказывали, вы выразились, что вы тут не вангуете, но в принципе вы сказали, если мы будем объединяться, будет хорошо, если не будем объединяться, будет плохо. Так. То каким был год? Я думаю, что год был хорошим. Хорошим. Я думаю, что из всех предыдущих лет, ну которых я могу сказать, допустим, из 30 предыдущих лет, не будем брать дальше, где-то начиная с 1990 года, я думаю, что предыдущий год, вот уходящий, 2016, он был очень плодотворным годом для Кабалы, для ее внедрения в массы. Я надеюсь, что 2017 это будет уже серьезнейший рыбок. А почему вы так думаете, что случилось? Я вижу, что так получается. Ну, во-первых, как обычно, мы продолжили внедряться в телевидение, в радио, в газеты. Мы сегодня публикуемся во многих иностранных источниках на английском языке. Там, Джужелинпост на английском, Арец на английском, Аффентонпост. Сейчас у нас идут соглашения с Нью-Йорк Таймс и Обзервер. Ну и очень много на испанском, на итальянском, на французском языках. В общем, это все за границей. В Израиле мы на Вайнет два раза в неделю опубликуем наши статьи. И, может, пойдем еще куда-нибудь, я не знаю. Вы говорите про вашу организацию, которая занимается распространением. Да. Нет, но то, что мы не могли раньше сделать, мы в этом году рванулись вперед, вышли в широкие СМИ. И согласно обследованиям, опросам, да, мы, в общем, так как говорят, все находимся на очень приличном... То есть у вас все хорошо, а вообще? А вообще? Да, ну, в Израиле. А вообще, что, что в Израиле? А в Израиле, как обычно. А что в Израиле? Я считаю, что год был в общем хорошим. Не было огромных, больших никаких-то проблем, терактов, войн. Все было так, текло, то, что должно быть, а что же еще могло быть? Я бы желал следующий год видеть таким же в материальном виде, как и предыдущий. Вот только духовного в нем не хватало. В контексте того, что вы только что сказали, у меня сразу возникает вопрос. Накануне нашего эфира я разместил у себя на страничке в Фейсбуке анонс сегодняшней программы. И я вам скажу откровенно, я был ошарашен тем количеством обращений, которые я получил как в личных сообщениях, так в комментариях. То есть интерес к Кабале и к вам в частности, он огромен. Но люди говорят о том, что Кабала по-прежнему очень недоступна, она далека. Они хотели бы, но она до них не доходит. И в силу этого я хотел бы вас попросить об одной вещи, если это, конечно, возможно. Заявленная тема сегодня — это итоги 16-го, что будет в 17-м. И если можно чередовать с теми вопросами, которые пришли, было бы просто замечательно для людей, которые сейчас нас смотрят. — Вопросы у вас? — Вопросы у меня. Я тогда задам вам первый вопрос. Значит, Кабала всегда была наукой, доктриной эзотерической. Я вот очень часто, я просматривая ваши лекции, уроки, слышу о том, что сейчас пришло время нести Кабалу в массы. Мой вопрос, почему это? Не только мой, это вопрос огромного количества людей. Почему именно сейчас? Кабала действительно была уделом всего народа Израиля на протяжении полутора тысяч лет, с того времени, как ее начал распространять Авраам, популяризировать в Вавилоне, откуда он сам. Он организовал там большую группу, как пишет Рамбам, десятки тысяч человек, и увел их сюда, в землю Израиля. И на протяжении полутора тысяч лет, это минус 1500 лет до нашей эры и до нулевого, допустим, года, грубо говоря, Кабала была внутри народа Израиля. Как бы ее применяли, не применяли, но они жили согласно этим законам, этим устоям. А затем упали с них, с этого уровня, потому что слишком тяжелый уровень требований к человеку, Кабала предъявляет, неимоверные. Мы пытаемся взобраться на это, но вот взбираемся и падаем, взбираемся и падаем. Но, в принципе, по этому принципу жил весь народ. Потом он упал с этого уровня, что называется, вышел в изгнание именно из этого уровня духовного, из постижения духовного мира, из постижения системы, которая нами управляет. То есть это не просто религия, это система знаний о внутренней структуре мира, которая управляет нашим миром. И потом, в течение двух тысяч лет, мы были в отключении от всего. От этого существовали, что называется, возгнания. И физическое изгнание – это следствие нашего внутреннего, духовного изгнания. Затем, где-то, допустим, в 1500 году, в 15 веке, появился великий каббалист Ари. Всеми признанный как особая сила, как бы неспосланная на наш уровень. Есть замечательный фильм о нем. Да? Вы сняли в вашей студии, Семен Винокурс. А, я думал, что что-то еще сняли. Нет, пока нет. Да. Так вот, со времени Ари и далее, каббалу не только можно всем изучать, а именно обязаны все, так пишет его ученик Хаим Виталь, с 15 века и далее, можно ее изучать, и можно всем ими и пользоваться, потому что именно благодаря этому человечество, которое сейчас начинает подниматься из Средневековья, оно будет правильно развиваться. Об этом всем пишется, но дело в том, что пытался это сделать Бальшим Тов. В принципе, то, что он делал, популяризировал, он популяризировал каббалу среди широких масс. Были, конечно, очень много противников, мы знаем. С тех пор есть разделение верующих евреев на хасидим и митнагдим, то есть противников. Хасидим – это те, которые идут по пути Бальшим Това и митнагдим, которые ими сопротивляются. И по сей день это чувствуется. Так вот, Бальшим Тов пытался популяризировать каббалу, и это помогло во многом. Распространение хасидизма – это и было, в принципе, следствием этого, но потом это тоже все постепенно угасло. В начале 20 века появился великий каббалист Раф Юда Ашлак, Бальшулам. Он составил комментарии на всю книгу Зор, написал учения «Десятисферот», «Шеститомник» очень серьезный. То есть он, в общем, дал новый толчок распространению каббалы. И он тоже пишет. И вообще все каббалисты писали. От Ари и далее все последователи Ари, а их было тысячи, они все писали о том, что надо распространять и надо осваивать. Вот вы сейчас, отвечая на мой вопрос, произнесли три или четыре раза слово «популяризировать», «популяризатор». Что я хочу вам сказать на эту тему? Люди тянутся к каббале. Они слушают ваши уроки, ваши лекции, наверное, что-то читают. Но что я почувствовал и о чем пишут люди? О том, что первые полчаса очень интересно. Это тянет, это манит. Но на тот момент, когда доходит речь до точки в сердце, они смотрят уже не на точку в сердце, о которой вы вещаете, а на точку на своей стене из-за того, что протекла вода. И они просто-напросто им не до этого. И в плане популяризации мне все-таки кажется, что вам необходимо, вам стоит, потому что это действительно очень важная вещь, набрать людей, подготовить людей, именно популяризаторов, не знатоков глубоких каббалы, а именно людей, которые на доступном, простом языке смогут привести людей, которые хотят, которые ищут эту каббалу, но в силу определенных проблем, в силу, может быть, недостатка собственного образования. Они туда не доходят, к сожалению, пока. То есть вы агитируете меня за то, чтобы я создал новый Хаседут? Ни в коем случае. А как же? В рамках вашей концепции сделать то, что вы пытаетесь донести, сделать просто чуть-чуть доступней. Я могу сделать доступней. Это то, что мы и говорим. Но это получается, что люди должны объединяться для того, чтобы им было хорошо. Вот в одном предложении практически вся суть каббалы для широких масс. Люди должны созреть до этого. А для того, чтобы они созрели, их все-таки нужно подвести, на мой взгляд, к этому. Как? Как? Путем популяризации. Люди не хотят объединяться. Они не хотят за это платить. Даже если им говоришь о том, что вам будет хорошо. Давайте сделаем. Все в мире понимают, что если мы будем объединены, хотя бы по-дружески, более сблизимся немножко друг с другом, то всем будет хорошо. Мы решим все наши проблемы мировые. Нам никто не мешает. Доктор Лайтман, у меня по этому поводу есть одна ремарка. Вот смотрите. Я в свое время подошел к каббале со стороны масонов. Я интересовался историей масонов. И для меня масонство при всей ее сложности, при всех обрядах, оно свелось для меня, да простят меня все, кто связан с масонством, оно свелось для меня в, грубо говоря, в криптограммы хирама и в кабалу. Другими словами. О чем я пытаюсь вам сказать. Значит, каббалисты встретились с тамплиерами. Это был сумасшедший рывок с точки зрения эволюции на много веков вперед. Это изобретение банков, это движение в плане медицины, это движение в плане передвижения по пустыне, ведение войн и тому подобное. Следующий этап. Европа. 13-15 век. В 13 веке Европа нигде. В 15 веке Европа это просто невидимые высоты. Это все каббала. Дальше. Проект Соединенные Штаты Америки. За 200 лет это, ну, такое сотворить было невозможно. Хотим мы этого или не хотим, это каббала. Это в чистом виде каббалистический проект. Верно. Так во всей истории человечества. Но вся проблема в том, что в этих ступенях, о которых вы говорили, периодах, каббала всегда шла вместе с эгоизмом человека. Подталкивала его, развивала его, помогала. Да, как вот мать подталкивает с маленького ребенка, как ему хорошо поступать. и поэтому это развитие шло в нужном для человеке, то, что он понимал, ключе. А сейчас нам мы говорим о том, что мы вошли на следующий этап. И этот этап уже противоречит нашей природе. Это не создавай банк, только зарабатывай. Это не развивай промышленность. Это не преобразовывай общество в более эгоистическое, в более такое замкнутое и сложное. Это наоборот. Немножко наступи на себя, чтобы связаться с другими, и в этой связи с другими ты начнешь ощущать другое человечество, другое общение. Но для этого надо на себя наступить. Для этого надо приблизиться к другому. Это не приблизится к тому, чтобы заработать на нем. Это приблизится к нему тем, что я, в принципе, немножко снижаю свой эгоизм, уступаю ему. Получаются взаимные уступки. Это совсем другой подход. Другая методика. И это самая большая сложность, то, что есть перед нами. Вот, извините, в Фейсбуке задают как раз вопрос Ида Рухман в продолжении этой темы. Если каббала единственный выход из тупика, и все должны ее изучать, то почему же все-таки народ не очень стремится к каббале? И Ирина Кац спрашивает, существует ли выход из тупикового состояния во всем мире с помощью каббалы? То есть какая-то возможность перейти на новый... Выход из тупикового состояния мира только с помощью каббалы. Потому что она рассказывает, как мы можем подняться над своим эгоизмом. А эгоизм сегодня, сейчас он прекратил вообще работать. Он уже заканчивает, он сгорает. Люди уже не хотят ничего. Они хотят просто куда-то окунуться, что-то... Ну, ничего не надо им. Дай им немножко марихуаны, дай им немножко покушать, и больше ничего им не надо. Люди уже некуда, некуда стремиться. Мы, в принципе, все... Эволюция, она имеет на этой ступени свой четкий конец. Вот сегодня мы его видим. Он был виден уже и много лет назад, но не всем. Сегодня он обнаруживается просто в массах, которые ничего не хотят. Да и с точки зрения промышленности, нам некуда деваться, нам не надо работать. Все делается практически машинами. Мы можем всех прокормить, всех обуть, всех одеть. И для этого человека не нужен. Не нужен человек. Пускай сидит, получает там свои... То, что ему необходимо для жизни, и все. Значит, следующая ступень, она не в использовании эгоизма. Не в использовании эгоизма. А в чем? Как двигаться дальше? Для чего тогда существовать? Вот мир и начинает терять свою внутреннюю жизненную энергию. Потому что, если горючего в качестве эгоизма больше нет, то мы видим, что происходит. Доктор Лайтман. Все рассыпается. Семьи, общество, взаимность. Чуть-чуть спущусь к 2017-му и 2016-му. Сейчас произошло событие в преддверии Хануки. Барак Обама взял и подложил волн свинью Израилю. И следующее, там сейчас по дороге во Франции будет очередной у них съезд. И то есть, не наложили вето на определенную резолюцию, которая Израилю в будущем может помешать очень сильно жить. У меня такой вопрос. Два даже вопроса. Во-первых, это было как бы ожидаемо. То есть, это уже видели. Было ли у нашего правительства, у главы правительства вообще шанс с этой ситуацией справиться? Это мой первый вопрос. И второй вопрос. Сейчас, когда приходит новое правительство в Америке, что, то есть, вы говорили, что Обама как бы сеет хаос, там управляемое, неуправляемое. Что будет? Я думаю, с этим согласны. Очень многие обозреватели в мире подводят итоги его. Сейчас еще нет. Подожди. Вот он уйдет, через полгодика там начнутся серьезные заключения по всему этому восьмилетнему периоду его царствования, и можно будет вынести четкие выводы. Наше правительство могло с этой ситуацией справиться? Я не знаю. Я не нахожусь в правительстве. Ты обращаешься не к человеку, который вообще участвует хоть в чем-то. Это было самое правое... Нет, но они сначала говорили, что это, извините, что это там Бивини Таньягус, там с Обамой они там поссорились и так далее. Нет, это совершенно ни при чем. Обама это очень, очень серьезный исламист, Барак Хусейн Обама. Надо понимать его. Он действительно приверженец ислама и очень серьезный. И для него распространение ислама в мире это его задача. И поэтому он сделал все для того, чтобы впустить в Америку за время своего президентства миллионы исламистов. Миллионы на самом деле. И сделал все для того, чтобы разрушить все, посеять хаос там, где могут прийти исламисты к власти именно на фоне этого хаоса. Носитель Нобелевской премии мира. А? Носитель Нобелевской премии мира. Ой, ну об этом я вообще не говорю. Носитель Нобелевский комитет, это понятно. Тем более по миру. Это понятно, что... И новая власть Трампа. ...кистой политики. Но пришел Трамп. Я не знаю ничего о Трампе, что он может сделать. Я думаю, что Трамп, как хозяйственник, он может навести порядок. Хозяйственник, бизнесмен. Да, бизнесмен. И окружает себя бизнесменами, серьезными людьми, которые понимают толк в хозяйстве. Но, с другой стороны, он должен понимать, что сегодня мир не держится на эгоизме и деньгах. Это что вы говорили, что сейчас капитализм, как система, сам по себе изжил себя. Так как Трамп наведет порядок, когда он и есть капиталист? Ну, хотя бы немножко, хоть как-то. Но, по крайней мере, не так действовать чисто и идеологически, как Обама. Обама удвоил государственный долг Америки. При нем поднялся там... Количество безработных страшно увеличилось. Обама Кер его... Это программа по оздоровлению. Практически, что она буксует на полдороги. Что он сделал? Разрушил государство в этом поясе от Марокко и до Пакистана? Ввел хаос? Что он сделал? Я думаю, что и проблема Украины с Россией, и все эти из Грузии, и все, что было, это все-таки... Чья же это политика? Маленькие государства, они все находятся во власти больших. Доктор Лайтман, хочу вас спросить одну вещь. Вы очень часто, много и наверняка по делу говорите о единении, о кооперации, да? Потому что это конечное состояние мира, к которому он физически должен стремиться. Потому что вся природа идет, в принципе, к этому. Это мне понятно. Я хотел вас спросить о другом. То есть, ни для кого не секрет, что Каббала имеет несколько направлений, несколько школ, да? И, ну, вот грубо говоря, есть Петахтиква, есть Рамадган, и есть Тель-Авив. Да? И вот если... Первый раз слышу такое разделение Каббалы. Ну да. Чисто-чисто географическое. Да? Чисто-чисто географическое, да. Вот. И когда говоришь с представителем направления, который находится в Рамадгане, и спрашиваешь его о Раби Лайтмане, или же тот, что находится в Тель-Авиве, это совершенно, это совершенно не важно. вот в чистом виде эгоизм. И это звучит от каббалистов для меня, это дико. Для меня это дико. Где это единение, где это общая идея? Я не знаю. Они призывают к единению? Они не призывают к единению. Они призывают, что наша школа самая правильная, наша школа самая верная. Это естественно. Это естественно? Да. А как эгоизм еще может говорить из человека? Только таким образом. А как мы будем объединяться, если представители каббалы позволяют себе такие... Я не знаю, какие они представители каббалы, если они так говорят. Я, откровенно говоря, серьезно, не знаком. Не знаком с ними. Но говорить о том, что мы самые верные, единственные, непогрешимые, это мы уже в России, я когда-то изучал. Это мы проходили, да? Вот вопрос из Фейсбука как раз по этой теме от Натали Котляр. Не надо популяризировать каббалу, это продолжение предыдущей темы. Это не средство от насморка. Кто еще тут сам найдет? Иначе получится, как с Мадонной. Раструбила на весь мир, что занимается каббалой, а в принципе так и осталось. Не буду писать кем. Во-первых, она не занималась каббалой. Почему тот человек, который говорит, что он занимается каббалой, это значит каббала? Если он взял какую-то книжку и читает ее, или начал заниматься у кого-то там, я не знаю. Вы понимаете, мы сейчас находимся в периоде, когда слово каббала, оно будет еще и еще и еще более популярным, слышимым, слышимым. Насколько востребованным, тоже проблема, но слышимым, по крайней мере. И люди будут искать и пытаться, и среди всего этого большого вороха грязи должны будут отыскать, а что же такое настоящая каббала? Настоящая каббала, она очень просто делает человеком. Она поднимает его выше его эгоистической природы. И все. Больше ничего. Это вся тура. Возлюби ближнего, как себя. Идешь к этому, все. Не идешь к этому, нет. И с самого начала. Не говори, что это потом, для каких-то ступеней. Это с самого начала. Это закон изначальный. Хотите быть все в состоянии взаимного поручительства, как один человек с одним сердцем. Возлюбить ближнего, как самого себя. Значит, вы относитесь к тому, чтобы работать над собой, чтобы правильно реализовывать Тору. Потому что только об этом Тора и говорит. Возлюби ближнего, как себя. Самый главный закон Торы. Общий закон. Вот и все. А что значит, я лучше, а ты хуже? Давай объединяться, и все. Не надо никаких взвешиваний, никто как. Это проблема евреев в течение всей истории. Я надеюсь, что ближайший год он все-таки просветлит немножко людей. Даев. Возвращаясь к прошлому году, я просто как бы прошел, еще раз послушал, о чем мы говорили в прошлом году. Я тогда задал вам вопрос, я вам сказал, что, предположил, что есть два основных конфликта в мире. Это Россия против Запада и шииты против суннитов. Два основных. Разумеется, там у арабов есть, там у мусульман есть своих много градаций. И Россия там с Украиной тоже, как бы, ну это я как бы отношу к русскому миру. И вы сказали, что в итоге оба эти конфликта, переплетаясь в том числе, обратятся против Израиля. Ну, разумеется, если мы не начнем объединяться. То вот год прошел. Нет, это я не говорил, разумеется. Нет, вы сказали, если мы не начнем объединяться, все эти конфликты, рано или поздно, как бы, они обратятся против нас, и мы ничего с этим не сделаем. Может сказать, что вот ООН, они там и объединились в какой-то степени. Украина и Россия проголосовали против нас. Если единогнастно все согласны против Израиля, то, что мы увидели на голосовании, абсолютно все, ты понимаешь? Это очень интересно. Я очень рад этому голосованию. Это против Израиля. Против Израиля. 14-0. 14-0, не 14, за ними стоят же еще 200 государств. Благодаря Сенегалу. Да. Да, это вообще все подстроено, конечно, хорошо. Нет, но это не важно. Он это, в принципе, все понимают, что это матрешка, и с этим делать нечего. Ее крутят как так. Ну, Трамп будет это менять? А? Как вы думаете, Трамп будет менять? Вот он сейчас, я посмотрел на их твиттер, на Обаму и на Трампа, он там отдыхает Обама и публикует, как он там с семьей на Трампа, там, не знаю, евреев поздравил с Ханукой, и тут же там христиан уже там с Рождеством. Ну и что? Ну, так, я смотрю, президент Америки как бы не сделал этого. Нет, просто была большая ошибка, то, что Обама так поступает. Я на его месте не знаю. Это не дальновидно так поступать. Он оставит в истории очень нехороший след. Чернокожий, исламист, который сделал такие проблемы для Америки и для всего остального мира, начнут разгребать эти конюшни и увидит, что, в общем-то, такого человека больше нам не надо. Ну вот, хотелось бы услышать мнение все-таки насчет решения ООН. Это задает вопрос из сайта Хакбисандилов, из Фейсбука. Является ли это решение все-таки символическим в какой-то мере? И будут ли от этого решения последствия, которые повлияют на нашу жизнь в Израиле? Никаких последствий не будет. Нам просто надо на все это не обращать внимания. А нам все равно? Конечно, все равно. Что говорят народы мира, для нас абсолютно все равно. Они зависят от нас, а не мы зависим от них. Если мы начнем по-серьезному объединяться, они будут бегать вокруг, как бы к нам приблизиться и что-то от нас ухватить. Доктор Лайтман, у меня сразу вопрос. Огромное количество людей в мире позиционирует себя, как люди верующие. Неважно, каким конфессиям они себя относят. С другой стороны, вы говорите об объединении. Религия и Каббала, они разновекторные. Они по вектору своему направлены совершенно в разные стороны. Я попытаюсь объяснить. Каббала все время движется вперед. Религия всегда возвращает назад. То есть точек соприкосновения у них нет. Нет. Как будем их искать и как будем... Не будем их искать. А что будет происходить? Нам никакого дела нет до религии. Ни до религиозных никакихностей. Но огромное количество людей являются представителями разных конфессий. А пускай остаются в чем угодно. Разве мы мешаем им оставаться в религиях? Этот молится на восток, этот на запад, этот камню поклоняется, этот кресту, этот Магин Давиду, там еще кому-то что-то. Не важно. Да, но для этого они должны прекратить слушать своих пасторов, имамов и равенов. Нет, ни в коем случае. Нам не мешает то, что люди находятся в религиях. В мире существует там 2800 всяких верований. Насчитали. Это, я думаю, даже может быть и больше. Это не имеет значения. Здесь говорится о том, чтобы подняться над всеми этими религиями, культурами различными. И подняться выше этого, для того, чтобы создать одно единое такое человеческое сообщество. С точки зрения практики, эти люди находятся в состоянии, когда они вот так вот зажаты. У них нет никакой свободы воли, никакого волеизъявления. И получается ситуация, при которой религия, а любая религия делит на своих и чужих. Для меня это вопрос... Это так же, как и семья, так же, как и культура, так же, как и специальности. Все, что угодно может разделять людей между собой. В семье можно внести какие-то коррективы, и жена или муж... Можно подняться над религиями. Можно подняться над ними. Они не должны разъединять. Прошло время религиозных войн. Ничего страшного, если я верю во что-то одно, а ты веришь во что-то другое. Это неважно. Мы понимаем, что для того, чтобы наш земной шар не взорвался, нам надо между собой наладить правильное отношение. Какое-то имеет отношение к религиям. Ты живешь здесь, и я живу здесь. Давай нормально договоримся, как два соседа. Или что мы будем? Разрушать друг друга? Ну что же остается? Так это вашими словами можно же сказать, что они живут по принципу сегодня умрешь ты, завтра умру я, все. Ну хорошо тогда. Если мы все на это согласны, то я молчу. Но поскольку у меня есть все-таки решение этой проблемы, то я его должен высказать людям. Вот, замечательно. Я вам скажу сразу. Вот я смотрел ваши вебинары, ваши лекции. Сейчас внимательно наблюдаю за вами. Вы производите впечатление человека, который не говорит, но из которого исходит следующее. Ребята, я знаю, что будет. Я знаю, что нужно сделать для того, чтобы это произошло или этого не. Не произошло. Делайте, что хотите. Верите – делайте. Не верите – не делайте. Но это произойдет. Буду я здесь через 10 лет? Не буду я здесь через 10 лет? Это известно только наверху. Мой вопрос заключается в следующем, и я возвращаюсь к популяризации. На мой взгляд, нужно доносить до людей все ваши идеи на более простом языке, на доступном. Это уже стезя популяризаторов, а не глубоких специалистов в области. Хорошо, приведите ко мне таких людей. Я с удовольствием даже возьму их на работу, найду для них средства существования, чтобы они работали здесь и пытались это сделать. Я просто действительно столкнулся с таким интересом к Кабале, и он был для меня неожиданен, потому что, ну да, я знаю, существует Кабала, существует все, что вокруг, существует изучение, обучение. Но люди начали писать, обращаться, спроси у Лайтмана это, спроси у Лайтмана то, а что он думает об этом. То есть, существует реальный интерес к Кабале. И в то же время они говорят, это для меня недоступно. Я вам скажу, в чем дело. Вы правы. Дело в том, что, может быть, где-то всего лишь за несколько последних лет мы начали задумываться о том, чтобы обращаться к внешней публике, не та, которая желает прийти и обучаться серьезно, внутренней Кабале, но, знаете, как специалист. Мы к ним начали обращаться, пытаться обратиться на их языке, на их уровне. Это только вот мы сейчас начинаем как бы разрабатывать к широким массам. И это совсем не та Кабала, которую изучаем мы. Потому что у нас это совершенно серьезная внутренняя работа над собой, изучение по первоисточникам и так далее. Поэтому вы правы. Но я лично обучаю людей только тех, которые желают войти внутрь этой науки, этой методики, этого мировоззрения. То есть стать, жить внутри нее. Это совсем другой человек, когда он начинает это изучать. А для внешних масс, это написано в Кабалитических источниках. А для внешних масс их огромное количество, кроме нескольких тысяч человек, может быть, которые представляют собой ядро Кабалы в нашем мире и будут представлять. Немного. Все остальные, они будут просто брать от них внешнюю такую вот сторону Кабалы, для того, чтобы суметь объединиться и привести свое человеческое сообщество к нормальному состоянию. Что по себе очень неплохо и служит резко Кабалу. Это является, в общем-то, и главной задачей Кабалы. Не эти несколько тысяч, а все человечество. Но вот пока еще мы не нашли этот мостик, как нам выстроить выход из нашего внутреннего сообщества, которое занимается только лишь, в общем-то, своим духовным возвышением и углублением в Кабалу. И выстроить такой, как бы, пояс вокруг нас, которого занимался бы распространением и выходом наружу. Вот этого нет. Доктор Лайтман, в простоте сила. Чем доступнее язык, тем большее количество людей придет и присоединится, и будет двигаться в этом направлении. Помогите. Но здесь есть один нюанс, который, кстати, очень часто вам пеняют. Просто вы лично и ваши ученики, я не видел, чтобы они отвечали как-то, скажем так, грамотно. В этой ситуации, когда вы сейчас разделили этих и этих, кого-то вы ставите над кем-то? Конечно. Кто выше? Выше те, которые идут внутри Кабалы. И что значит, как бы... Выше? Да. Потому что... А что вы сделаете без них? Что вы сделаете без физиков, которые занимаются самыми внутренними проблемами устройства мира и как его правильно использовать? Они выше, как специалисты, вы хотите сказать? Конечно. Или они не равны мне? Они не только как высшие специалисты. Они вам выдают все свои достижения, а вы их уже можете использовать на широком уровне. Хорошо. Если бы не изобрели микрогаль, там, еще чего-то, вы бы смогли пользоваться этим вещами. Именно. Да. Но кто-то изобрел микрогаль, он не Кабалист. Является ли Кабалист выше того, кто изобрел микрогаль? Нет, нет. Я говорю, что Кабалист изобрел микрогаль, допустим, по аналогии. А остальные этим пользуются. Так вот мы изобретаем. А вот люди снаружи, которые вот смотрят на вас, они думают, что вы ставите своих учеников в себя выше их. Выше? Как это обычно происходит. Ну что значит выше? Выше это значит важнее. Потому что самое главное для нас подняться выше. С одной стороны, то есть к большей энергии, к большей энергии мира. А все-таки нам надо задумать о том, как сделать адаптацию ее для широких масс. Но и то, и другое. Без этого невозможно. Извините, пожалуйста, я уже задыхаюсь. Просто очень много реакций. С другой стороны, если вы будете спрашивать, а для чего надо стремиться вверх? Для того, чтобы выдать это широким массам. Но все-таки без того, что ты поднимешься вверх, тебе нечего будет им дать. Люди слышат выше. Они думают, это как Индия. Эта каста лучше другой. Ну, хорошо. То, что вы говорите, они выше для того, чтобы дать этим. Ну, не могу же я перед всеми сидеть в рванье и все время плакать, что вот я такой и простой, и полюбите меня и так далее. Дело не в простоте. Ну, так а что ты хочешь? Оправдываться перед всеми, что я не тот, кто у меня... Что вы думаете? Ну, не могу. Ну, не могу. Не считаю нужным. Постепенно человечество вырастет. Ну, что я могу сделать? А не будет ли поздно? Мы находимся внутри системы, управляющей нами. И главное, чтобы в этой системе все-таки была у нас связь с управлением этой системой. Но сейчас действительно все равно пришло время. Одно другого не отрицает и никоим в случае не умаляет. Сейчас пришло время, я с вами полностью согласен, что мы должны заниматься тем, как... Называйте это популяризацией кабалы. Хотя я против этого слова. Популяризация — это упрощение. А это не упрощение на самом деле. Давайте назовем это как угодно, но только в этом, посредством этого... Человечество станет лучше и достигнет лучшей жизни. Это мое глубокое убеждение. Да. Вот, доктор Лайтман, есть, во-первых, много реакций из интернета. Например, Петр Петров из Болгарии пишет, не надо заставлять учиться. Когда человек готов, он сам начнет учиться. И очень многие комментируют подобные слова. А где это мы заставляем кого-то? Ну, пример хотя бы один. Как это может быть так? Ну, что в эти широкие массы? Учебу или идею? Не знаю, что. Вот именно в эти широкие массы. Широкие массы мы должны объяснить. Возможность хорошего будущего. Все. Больше ничего. Вот насчет хорошего будущего вопроса. Да. Все-таки 2016 год был, между прочим, еще и год европейского раскола. Назовем это так. Это не раскола. Это год раскрытия того, что на самом деле в Европе всегда и существовало. Как она была такой, так она и осталась. Так покрывали ее, накрывали там всякими, извиняюсь меня, соплями. И вот Любомир Попов спрашивает, каким образом возможно объединение или каким образом можно правильно объединить Европу? Воспитанием. Он этого не слышал от нас никогда? Только воспитанием. Ничего ты здесь делать не можешь. Это единственное, что надо в мире. Это самая большая и единственная проблема мира. Воспитание людей. И где этим никто никогда не занимался. Ну как, есть школы, есть родители. Что в школе тебя учат? Есть религия с какими-то нормами. Посмотри на себя. Нормально все. Нормально, да. Действительно, похудеть немножко надо. Пошел курить. Потолстел. Воспитание – это значит приблизиться к возлюбиванию ближнего. Пониманию возможностей соединить с ближним. Хотя ты его не любишь, согласно своей природе. И тебя тренируют, как приблизиться к нему, вопреки своей природе. Природа не изменится. То есть, что вы хотите добавить в школу? Вот школа. Что вы хотите добавить, кроме физики? Ничего не добавлять вообще. Все убрать. Физику убрать. Зачем ему надо физика? Это все равно, выходит, что школа ничего не знает. Ну что, ну? Какое-то общее образование. Что же будет? Какое общее образование есть? Ну, пускай, допустим. На вашем пути вот то, о чем... Нет, я шучу, конечно, я утрирую. Но, в общем, человеку надо стать человеком. Понять систему, в которой она существует, вся система природы. Это интегральная, замкнутая система, которая постоянно эволюционирует, идет вперед, меняется. Как неживая, растительная, животная, человеческая природа меняются. Как они доходят до какого-то состояния и делают определенный рывок вперед. Как там с динозаврами, с обледенением и так далее. И то, что сегодня происходит. Мы сегодня находимся на пороге очень серьезных изменений. И в человеческом обществе, и в окружающей природе. Давайте мы это изучим. Давайте мы узнаем, а что зависит от нас. На самом деле это все зависит только от человека. То есть вы хотите добавить в школе... Давайте я попробую перевести. Да. Вы хотите добавить в школе предмет, который изучает внутренний мир человека, его состояние. Не только внутренний, и наружный. Я хочу дать человеку понимание о мире, в котором он живет. Ну, так это то, что он в школе получает. Ух ты! Да, естественно, знание биологии. Я не вижу ни по ком, что они знают, где живут, включая в средства массовой информации. Но не вижу ни в ком, что они понимают это. Доктор Лайтман. И политики, и кто угодно, общественные деятели. Если бы они понимали мир, в котором они живут, они бы так поступали? Я не знаю. Я откуда знаю? Так близоруко, что в итоге сами себе портят даже. А ведь была совершена подобная попытка. Я вам расскажу. И вы наверняка об этом знаете. Карл Маркс очень внимательно, справа налево, слева направо и по диагонали изучил кабалу. Написал превосходный труд капитал. Но тот, кто взялся его реализовывать, настолько извратили идею, что самая главная идея о том, что бороться нужно с бедностью, а не с богатством, перевернули ровно наоборот. И что с этим произошло, мы все знаем. Где гарантия, что не произойдет ничего подобного? Маркс, я считаю, кабалу не знал. Но вообще, в общем, по-своему, он был гениален. Я с этим не спорю. И он понимал все, кроме одного. Он не понимал, что надо человека воспитывать. Он считал, что с помощью. И есть у него это тоже, кстати говоря, в его трудах. Только это все не очень явно проявляется. И мы об этом много изучали, изучаем и говорили. Не было достаточного ударения на то, чтобы воспитывать человека, для того, чтобы преобразовывать общество. То, что капитализм сам себя съест, это его гениальная догадка. И так все и происходит, и произошло в наше время. Именно сегодня мы видим, что как бы ни старались бы закамуфлировать это все в течение последних 50 лет, это все равно случилось. Капитализм сдох. Теперь проблема в том, что дальше. И вот здесь вот надо работать действительно по Марксу. Но привести человечество к этому состоянию, о котором он говорил, к социалистическому и даже к коммунистическому, это состояние невероятное. Социалистическое общество – это как Ханука. А коммунистическое общество – это как Пурим. Это два этапа на самом деле. Это то, что мы изучаем. И сегодня утром мы изучали это вследствие того, что мы находимся сейчас в празднике Ханука. И это надо сделать, но это только воспитанием. Это только с помощью особой энергии, которая существует в природе. Тогда мы можем поменять природу человека. Иначе нам от эгоизма не избавиться. Он нас все равно съест. Но ведь вот Аркадий Таль пишет в Ютьюбе. Все религии только воспитанием занимались. Чтобы натравлить друг на друга. Я тебя понимаю. И чтобы вести за собой. Объединять. Объединять, конечно. Всех против остальных. Свои и чужие. Ну а как же любить своего ближнего? Подставь вторую щеку. Ну и что делали при этом? Убивали, сжигали, четвертовали. Красивые слова. Ну и кроме того еще, конечно, и всякие эти войны, крестоносцы и прочее, прочее. То есть можно предположить, что коммунизм, который пытались внедрить в СССР, Россию, он просто раньше пришел, раньше времени. Он не пришел раньше времени. Это было уродство, а не коммунизм. Извращенная идея. Да, извращенная идея. Абсолютно точно. Ну хорошо, сейчас уходит капитализм, как вы говорите. Они хотели насильственным образом его внедрить. Ну хорошо, но сейчас у нас такое, как бы у нас есть четкое понимание, что капитализм, коммунизм или тот же социализм, это два противоречия. Да. Вы сейчас как бы уже несколько раз сказали, как бы вы вместе их пытаетесь как-то смешать каким-то образом. Нет, я смешать. Ну да, вы как бы говорите, капитализм сам, секунду, он сам вымер, как бы идея, или она как бы сам по себе поделась? Она вымирает, потому что человеческий эгоизм, с одной стороны, изнутри нас, он кончает свое существование, нам не к чему больше стремиться, поговорить с молодежью. К чему она идет, что она хочет. В общем, ничего. С одной стороны, это со стороны изнутри нашей природы. Посмотри со стороны эволюции технической. Нам не надо работать, нам не надо ничего изобретать. Все есть, роботы будут все делать. Человек вообще не нужен. Зачем нам вообще 8 миллиардов людей? Есть такой ученый, Жак Фреско. Он предложил города будущего. Он тоже говорит, что и вы. Люди не будут работать. Машины, они заменят их. Людям нужны знания, дайте ему знания, учиться, и на этом это будет замечательно. Кому они нужны? Что он за фантазер такой? Кому нужны эти знания? Кто хочет учиться и вообще зачем? Будут переписываться друг с другом, посылать друг к другу. Нет, он вывел знания на уровень работы. Сказал, что вместо работы они должны будут учиться. Они должны будут. Чему? Знаниям, физике, математике, чему угодно. Зачем? Кто им будет за это что-то платить? Они и так будут получать все, что им необходимо. Ты хотел учиться в школе? Между нами говоря. Нет, я не знаю. Сейчас мы тебя заставим всю жизнь учиться в школе. Доктор Лайтман, вы затронули тему научно-технического прогресса и параллельно с этим воспитание. У меня к вам вопрос, который родился в процессе. Мы сидим в превосходной студии, здесь превосходная аппаратура. А 40-50 лет назад стояла одна бедная камера и, в принципе, выдавала ту же самую картинку. Вопрос заключается в следующем. Не так давно были опубликованы исследования. Точнее, не исследования, это просто один из интернет-порталов провел своего рода опрос. И оказалось, что по востребованности на 10 первых местах по поиску находят... На первые 8 мест это порнографические сайты, после этого Facebook, и следующее, 10 место это одноклассники. Ну, тут практически... Ну, что нам дал, что нам принес? Научно-технический прогресс. Вот это и принес. По-моему, только декаданс, деградация. Ну, так что? А что же вы хотели, чтобы было? Если вы не воспитываете людей, что же вы хотите, чтобы получилось? Я вас не понимаю. Йов говорит, надо заниматься, надо наука. Какая наука? Что она мне даст наука? Она даст мне возможность изобрести еще более ужасное оружие. Потому что если моя природа эгоистическая не меняется, то все, что я изобретаю, будет во вред остальным. И так каждый против другого. Нам единственное, что надо, нам надо воспитывать поколение. Только лишь. Ничего больше не надо. Посредством кабалы. Кабала просто это методика, как это сделать можно. Вот. Но, в принципе, воспитывать, сближать людей друг с другом. И это воспитание. Вопреки нашей эгоистической природе. Мы никуда не денемся, иначе мы... Ну, мы будем уничтожать. Мы стоим действительно перед Третьей мировой войной. И это абсолютно четко. Если мы не начнем серьезно обуздывать свою эгоистическую природу. Какие знания нужны? Вот вам, вы ему дали ответ. Что, значит, люди будут заниматься науками. Какими науками? Разгуливать по земле и вдыхать свежий воздух. Чего вы говорите? Человек будет думать о том, как уничтожить другого человека. Смотрите, что происходит. И в средствах массовой информации. И вообще везде. Над чем работает человечество? Над тем, чтобы владеть, управлять, господствовать друг над другом. Больше ничего. Потому что это наша природа. Есть, на мой взгляд, есть некоторые вещи, которые все-таки нужно форсировать. Дабы не дождаться Третьей мировой войны. Раньше, чем она начнет. Как? Именно путем действия. Именно посредством несения в массы идей, мыслей. Причем в доходчивой форме. На мой взгляд, это единственный путь. Я с вами согласен. Хорошо, помогайте. Да, но вы выбрали самый неподходящий народ для этой идеи, по-моему, в таком случае. Если ты справишься с этим народом, весь остальной мир тоже точно будет с тобой. По самой тяжелой дороге. Вот поэтому-то и так получается. Как раз очень много вопросов на эту тему. Вы говорите, что Израиль должен дать человечеству пример, как объединяться, но проводите при этом передачи на русском языке, и в большинстве говорите для русскоязычного населения. А как же людей? Как это? Минуточку. Может быть, стоит начать с них? Вы меня извините. Я провожу... Я в день даю 4-5 часов уроков. Не говоря о статьях, которые я выдаю на английском языке в иностранной прессе. Это 4 статьи в неделю. Минимум. С перепечатками это еще в десятке газет на английском языке, на французском, итальянском, испанском. У меня блог, который существует, наверное, на 20 языках. Даже не знаю на скольких. Так что говорить, что я на русском... Конечно, русский мой родной язык. И мне очень трудно даются языки. Вот просто продолжается вопрос. Складывается ощущение, что вы боитесь осуждения религиозных евреев. Поэтому работаете больше не на аудиторию Израиля, а именно вовне. Нет. И при этом говорите, что Израиль должен подать применение? Я объясню, почему. Нет. У меня были очень... Во-первых, я прожил среди религиозных евреев 30 лет своей жизни. И был таким же, как они. В Бнебраке. На центральной его улице. У меня там была квартира. И пока я туда там уехал. Я все это делал. И первая группа у меня создала из Бнебраки. И в течение 10 лет мы там занимались. И весь Бнебрак знал об этом. Просто когда мы начали выходить в люди, что называется, тогда религиозные начали больше и больше на нас давить. Потому что они не считают это правильным. И нам пришлось уйти. А в принципе нет. У меня год назад был еще даже суд с религиозным судом. И они позвали меня и сказали, что мы требуем, чтобы ты прекратил свою работу. Я сказал, а я требую от вас, чтобы вы не лезли в мою работу. И на этом все прекратилось. У меня с ними очень простые взаимоотношения. Я ни в коем случае не считаю, что они правы или неправы. Я просто не касаюсь их. И не желаю портить, так называемых, если можно так сказать, ни одного религиозного человека. Но и они не должны лезть в мои дела. Вот и все. Что касается русского языка, я добавлю, в прошлом году вы как раз выделили духовный потенциал выходцев из России. То есть вы, несмотря на то, что вы призываете к общему единению и так далее, не хотите разделения, но вы сказали, что да. По сравнению с другими репатриантами, выходцы из России, они более предрасположены к пониманию каббалистической идеи. Но, в общем, все равно я ими, можно сказать, немножко разочарован. Немножко разочарован. Я думал, что все-таки они будут более, ну, как сказать, немножко больше идеалистами, менее прагматиками в наше время. Ну, не знаю, особенно вот те, которые сейчас уже за эти годы постсоветской власти выросли. Они ничем не отличаются от Запада. И, в общем, прошло то, что было в них от тех, которые жили при советской власти. Люди, которые жили при советской власти, они в них что-то все-таки проявлялось. Но им несли большую травму. Нет, я не считаю, что это травма. Я-то тоже вырос тогда. И вам? Нет, это предрасположенность. Особая предрасположенность все-таки к духовным ценностям. И, хотя и рвались, может быть, за деньгами и за всем, но все равно где-то внутри считалось, что это не самоцель. Это обусловлено жизнью среди русского народа, среди тех народов? Нет, я думаю, это просто власть, которая в чем-то все-таки была в ней немножко от марксизма. Хотя, на самом деле, во власти самой нет. А в том, что она... Марксизма извращенного. Да, ну, неважно. Но вот немножко это все равно было. Все-таки вот от нас требует возвращение к исконной теме. За ВРУ поступил вопрос от Людмилы Кучигиной. Так какое же все-таки будущее ожидает нас в 2017 году? В 2017 году нас ожидает прекрасное будущее. Наконец-то весь мир поймет, что каббала – это методика существования мира, его развития, рассказывающая о его цели, о силах, которые управляют нашим миром. Как нам выйти на уровень управления этими силами, понимания, к чему они нас ведут. То есть прозреть. Быть не просто какими-то маленькими букашками, которые ползают по глобусу и все время пытаются друг друга ужалить, ухватить. А стать немного более взрослыми, с расширенной такой методикой понимания мира. Я надеюсь, что 2017 год даст нам эту возможность. Люди увидят, что она существует для каждого из нас. Мы должны перейти в новое измерение. Мы должны начать ощущать то, что физики говорят сегодня. То, что астрофизики говорят о том, что мы существуем в намного более сложном, в сложно-сочиненном мире. И нам надо его понять. Сложно-подчиненном. Подчиненном даже, неважно. Согласен. Главное, что сложным. Ему надо понять эту сложность. Надо стать более немного многогранными. Не быть такими зацикленными на нежесекундном получении мелкого наслаждения и только в этом существовать. Чуть-чуть приподняться. Это то, что дает нам кабала. Но для этого надо к ней проявить какой-то интерес, терпение. Я надеюсь, что этот год он поможет нам. И мы, в свою очередь, так как вы правильно сказали, должны выйти вперед с более понятным объяснением, с более близким, более мягким, доброжелательным еще более. Люди, в общем-то, не понимают, наверное, нас недостаточно понимают. И все-таки принести им эту методику хорошей жизни. Причем вечной. Здесь мы еще этого не казались аспекта. Что мы, в принципе, ведь приходим к вечному существованию вне нашего тела, а в нашем разуме, который, в принципе, существует и вне жизни нашего тела. Тут кабала раскрывает совершенно другой объем существования. Ну и об этом можно говорить людям. Сегодня уже люди более-менее как-то подготовлены и к такой возможности восприятия реальности. Говорится ведь все-таки об этом пишется. Ученые пишут. Доктор Лайтман, я позволю себе одну вещь. Я надеюсь, что вы не обидитесь. Есть такая штука, и вы о ней прекрасно знаете, как аберрация близости. Ну, на простом языке это большое видится на расстоянии. Вот у меня создается впечатление, что ваш мир, вот именно ваш внутренний мир, да, он настолько сложен уже, для вас это все настолько понятно, что то, что происходит за стенами этого здания, да, мне кажется, вы не до конца ощущаете. Нет. Вот, и тут, и тут должны включиться силы, причем не какие-то абстрактные силы, да, а вполне реальные силы, которые будут заниматься этим. Потому что при огромном интересе, я возвращаюсь к этой теме в пятый или в седьмой раз за наш разговор, да, интерес огромный существует, то есть спрос есть, предложения нету. Ну, или не в той форме. Не в той форме, да. Мы предлагаем то, что людей не интересует. Ну, почему? Вы до сих пор говорили, как мы говорили, предметная хорошая жизнь, и последнее ваше заявление, вы говорите о смысле жизни. Это немножко другой уже аспект. То, что их не интересует. Нет. Ну, я думаю, смысл жизни рано или поздно любой человек приходит к этому вопросу, каким-то образом его даже решает. Товарищи, я всю свою жизнь занимался или биокибернетикой, понимаешь ли, или кабалой. За исключением несколько лет, пока я там переезжал из России в Израиль и работал в авиации. Что я хочу сказать? Это не я. Я не популяризатор. Я не могу. Я через силу даю какие-то маленькие затравки для статей, и потом мои ученики их как-то пишут под моим именем. Я проверяю, конечно, все это, но я не популяризатор. Меня тянет только вверх. Я не могу себя обратить в дист. Это дар Божий говорить с людьми так, как вы предлагаете. К сожалению, я этого не могу. Помогите. Я обращаюсь сейчас ко всем нашим слушателям. Приходите и помогите. Мы вас ждем, и не только мы, и вообще все человечество. Помогайте, и вы увидите. Следующий год будет совершенно иным, лучшим. Я хотел бы вас спросить, вы специалист по состояниям человеческой души. Я бы хотел бы просить вас дать несколько советов нашим слушателям. И вот, скажем так, меня, например, интересует в плане семьи и в плане детей. Я думаю, это многим поможет. Как бы практически обычные советы. Вот на 2017 год. Вот задумайтесь об этом, сделайте это. Какие-то простые шаги. О тех людях, мы говорим, которые не пойдут завтра учить кабалу. Я почему выделил институт? Я советую. Семейная проблема заключается только в одном. В умении уступать. Уступать. Все. А зачем людям не надо уступать сейчас? Ты говоришь, в семье. Да, да. Так вот, это говорил мой учитель тоже. Великий кабалист, Равбар Ухашлак. Он говорил, семейная жизнь, это в том, чтобы суметь вовремя закрыть рот. Это понятно, но... Нет, нет, нет. Это его советы. Смысл, смысл семейной жизни сейчас, в наше время. А в наше время? Ну да, как бы, знаете, женщина может сама жить. Нет, это естественно. И мужчина тоже. Это напоминает всевозможные курсы, как правильно строить семейную жизнь, как решать проблемы. Это воспитание. Да. Это воспитание. Люди там выучили... Ничего не сделаешь. Я получил воспитание такое, что женись, и что бы ни было, развода не быть не может. То есть вам для этого принципа объяснение не нужно? Мне не надо никакого объяснения. Я получил такую установку от родителей, и все. То есть, может быть, в семье любые проблемы, ну, понятно. Тем более, сейчас люди живут вообще вместе... Я говорю про сейчас. ...столько лет, ну, ты понимаешь? Ну, 50 лет я почти живу со своей женой. Ну, что это, раньше только... Вообще люди жили 50 лет. Ну, ты понимаешь, вообще... А наука сегодня говорит, что больше 2-3 лет вообще привязанности будет быть не может. Да, что-то такое я читал где-то. Но что? Нет разводов. Это первое. И уступать. Все. Только, только уступать. Ничего другого. Но уступать я могу понять, но вы не даете как бы обоснования от разводов. Вы не даете этому обоснования. А никакого обоснования нет. Нет, ты создал семью, ты нарожал детей, ты обязан быть их отцом. Они без отца все равно хуже вырастут во много раз, какие бы ни были родители. То есть ради детей? Ради детей. То, что вы говорите. Ради детей, ради того, чтобы содержать семью. Держать семью. Да. Это очень серьезная вещь, то, что вы говорите. Да, я говорю так, я считаю, что так надо воспитывать. Обязательно. Ни в коем случае не разводиться. Первое. У детей должны быть и отец, и мать, даже если между ними и нехорошее отношение. А что значит нехорошее отношение? Закрой рот. Сам себе. Не другому. Вот. В первую очередь. Да, и все. И тогда все может быть хорошо. Я тебе говорю на собственном примере. Мы можем с женой не поладить, но мы каждое утро с ней идем гулять. И полчаса я с ней гуляю. Даже больше иногда бывает. И если мы вчера по какой-то причине в что-то там, ну, поцапались, допустим, грубо говоря, на следующее утро обязанность между нами с улыбочкой встретиться друг с другом, и ты еще заведенный, может быть, со вчерашнего, и горишь доказывать свою правоту, такого быть не может. Ну, это то место, где мудрость кабалы и простая земная... Это не кабала. Это просто понимание того, что иначе ты ничего не делаешь. Ты не можешь переделать людей и переделать мир. Я тебе серьезно говорю. Каждый день мы начинаем с того, когда мы идем гулять. Каждое утро мы идем гулять, и мы улыбаемся друг к другу, хотя внутри у каждого из нас существует очень серьезный багаж, так сказать, мешок со змеями. Но в процессе прогулки мешок опустошается. Потихонечку, да, опустошается, правильно. И можем снова и так каждый день. Но день начинается с того, что то, что было вчера, сегодня нет. Внешне даже. Это совет. И все же, может быть, еще давайте завершим передачу. Есть требования, совет. А с детьми очень просто. Не говори ничего детям. Словами ты не воспитаешь никогда. Только отторгнешься от тебя. Пример. Без слов. Как говорила моя бабушка, это аидыш и менч. То, что вы сейчас говорите. Пример без слов. Только примером ты можешь воспитать. Одним примером ребенок смотрит, все. Это его воспитание. Если ты говоришь что-то с этим, ты уже портишь это воспитание. Доктор Лайтман, чем жить, к чему стремиться в 2017 году? И нам, к сожалению, на этом вопросе придется завершить передачу. Завершаем. К тому, что нам надо стремиться к объединению, к пониманию друг друга. Но это возможно только хоть немножечко с узнаниями каббалы. Я вам всем желаю познакомиться с этим. Спасибо большое. Спасибо, Юаф. Спасибо вам. Напоминаю, с нами был Юаф Прокофьев, блогер, ведущий блога «Ботинок». И Александр Швадж, журналист и блогер. Спасибо большое, доктор Лайтман, за ответы на многочисленные вопросы. К сожалению, осталось еще много вопросов. Может быть, мы сможем вернуться к ним в следующий раз. Я готов, и мне было очень приятно. И всем удачи нашим слушателям. Хорошего года. Всем удачи и счастья в новом году 2017. С новым годом. С новым годом. До новых встреч.